Я вас приветствую, мои дорогие зрители. Да, это такое короткое видео, я думаю, будет. Вы меня просили оставить отклик о клапанной крышке, как она себя чувствует спустя вот это все время, что вообще происходит и так далее. Несколько комментариев подряд я получал. Миша, расскажи там, что, как, потому что я вот купил, дескать, такую же. Но мне показалось, она у меня какая-то кривая, прокладка не очень, то есть что-то там подтекает и так далее. Смотрите, ребята. Клапанная крышка, я напомню, она была куплена в начале 2019 года и установлена, в принципе, тоже там в феврале 2019 года. То есть в эксплуатации она у меня уже три года. Мне люди пишут, что я купил крышку, а она кривая, у нее выступ самой вот этой грани клапанной крышки где-то на полсантиметра выходит за грани головки ГБЦ. Честно говоря, у меня точно такая же фигня. То есть она чуть-чуть, да, выступает, но это не мешает, так как там прокладка Т-образная, широкая и прижим все равно достаточно хороший. Другое дело, что здесь в комплекте прокладка, которая идет, она совсем, ну, не какущая, она силиконовая, синяя и, честно говоря, даже незначительный пережим приводит к тому, что прокладка трескается, оттуда начинает сочиться. И да, использование герметика обязательно. Вот, то есть что со стороны клапанной крышки, куда вы в канавку вот эту вот закачиваете герметик, что со стороны ГБЦ вы наносите также на все вот эти длинные грани. Герметик тонким очень слоем, но тем не менее нужно. Вот этот Виктор Райнс, который я вам показывал, помните, черный. Вот я его наносил. Последняя моя переделка этой крышки была в 20-м году в начале. То есть я менял здесь прокладку, потому что у меня та как раз силиконовая вот эта треснула и там прям посочилась. И сейчас что мы наблюдаем через, считайте, уже два года эксплуатации этой прокладки. Давайте я проведу вот такой эксперимент. Мы возьмем и салфеткой протрем. Что мы увидим? Да, есть масляные небольшие такие вот запотевания здесь. Но, скажу честно, никуда ничего не течет. То есть головка ГБЦ сама сухая. Вот, я беру вам, видите, ничего никуда не подтекает. Оно подзапотевает там чуть-чуть, да это фигня в принципе. То есть мокрых таких частей эта крышка не дает. То есть может быть где-то вот тут в углу. Нет, просто грязь, видишь. Там вот беру, сотру. Немножко где-то масло есть, но оно настолько мало сочится, что оно даже не превращается в капля. То есть да, есть у этой крышки Огрехи и прокладка, возможно, которая вот здесь стоит. Я ее брал, кстати говоря, на Алиэкспресс. Ссылка будет в описании. Кто кого интересует прокладки под эту именно алюминиевую клапанную крышку, где я заказывал на Алиэкспресс, тоже можете заказать. В принципе, прокладки там неплохие, но тоже я грешу, что может быть они тоже не идеально ровные. И честно скажу, что, конечно, в идеале вот эту крышку алюминиевую взять и отнести фрезеровщику на доработку. Пусть, ну, те, кто, например, занимается шлифовкой голов и так далее, шлифанет грани вот эти вот прилегающие к головке ГБЦ, то есть чтобы стыковочная поверхность стала более ровной. Но это будет не лишним, чтобы он дополнительно шлифанул, прям идеально гладко я сделал стыковочную поверхность. Но в любом случае, когда вы будете ставить прямильевую клапанную крышку, используйте герметик. Это обязательно. И помните, я вам рассказывал, что тянем мы здесь уже не по стандартным 8 ньютонам, как у нас тянется пластиковая клапанная крышка, а тянем 5. То есть я пятерку затягивал. И, в принципе, до сих пор все это дело ходит. То есть если что-то и моросит, то практически какие капли не превращаются, то есть ничего не течет. Это самое главное, что требуется от крышки. Потому что у меня пластиковая, вот там все подтекало, вот это все было в масле. Ну, теперь просто иногда может быть влажное. И то, я заметил, что она стала влажноватой, вот эта алюминиевая клапанная крышка, когда наступили морозы, когда я стал запускать, я заметил, что больше масла. Ну, видимо, с морозами вот эти прокладки не очень хорошо дружат, да, там, и так далее. То есть в целом, к вопросу о геометрии, нормально ли, что у меня алюминиевая клапанная крышка чуть-чуть выступает за грань ГБЦ, где-то на полсантиметра. Да, это нормально. То есть это у меня точно такая же тема. При этом все нормально обжалось. Более или менее. Вот и все. И давайте, знаете, что я еще хочу посмотреть? Сказать так, на пассажок. Это как чувствуют себя свечные колодцы. Вот мы сейчас открутим, вот это посмотрим сейчас. Сейчас мы быстро глянем. Потому что на самом деле выбежал на дела. Я как раз думаю, ладно, все равно отвечу, потому что реально люди пишут. То есть в целом, как бы клапанной крышкой я доволен. Очень хорошая, за свои деньги подчеркиваю. Конечно, это не оригинал. Это видно по качеству обрабатываемых поверхностей в области стыковки с прокладкой. Видно, что кривовато, конечно, немножечко. Поэтому нужно заливать герметик. Он компенсирует вот эти вот недочеты. И тянуть по пятерке. То есть никакие 8 ньютонов не надо. Эта прокладка, она достаточно жидкая. Если вы тянете 8, вы ее раздавите. Скорее всего, она лопнет просто и все. И у вас образуют оттечи. Ну давайте теперь, так сказать так, на пассажок посмотрим свечные колодцы. Так. Сейчас мы посмотрим. Сухо. Видите? Не обманываю. Вот первый колодец. Нормально себя чувствует. Так. Сухо. Это, опять же, я сюда вообще не лазил. Вот как в 20-м году закрутил, так оно и нормально себя чувствует. Третий. Сухо. Видим, я вас не обманываю. Там внутри тоже. Ну, может быть, где-то влажновато. Но, опять же, говорю, это нормально. Для этих двигателей. Что? Чуть-чуть сухо. Ой, то есть чуть-чуть где-то влажновато. Это, скажем, штатно. Четвертый. Четвертый. Мы видим, может быть, чуть-чуть-чуть совсем. В отличие от того, что у меня было прям на пластиковой крышке, у меня все купалось тут прям. А это вот, смотрите, за два года. Все. То есть крышка, она, в принципе, свою функцию выполняет. Нормально работает. Но сейчас теперь провода надо кейбл-менеджмент, так сказать, нормально здесь навести. Чтобы все это у нас красиво лежало. Я вообще люблю, я очень люблю, когда провода лежат красиво. Вот у меня такой фетиш, если я когда системный блок себе собираю, я там просто, ну, всякое скручиваю провода. Ну, чтобы красиво легли, чтобы не висело ничего нигде. Я ненавижу, когда колхозом это все висит, у меня прям коробит. Так, знаете, как, наверное, сейчас даже. Ну, то есть, в принципе, течи здесь нет. Есть, может быть, какие-то минимальные там запотевания, но за два года, я сюда честно, вот вам признаюсь, я не лазил два года в свечной вообще вот этот вот аппарат весь. Ну, вот эту систему зажигания. Ну, если так правильно говорить. Вот это все, что накикало за два года. Вы считаете это фатально, смертельно? То есть, напомню, что я купил эту крышку за донаты, и она стоила 3000 рублей. Сейчас, конечно, она стоит подороже. Я думаю, тысяч пять, мне кажется, она. По-моему, я видел последний раз, смотрел. Вот этот каталожный номер, 4500 там, что-то такое было. Сейчас, возможно, подороже. То есть, сейчас нет смысла там озвучивать цены, потому что цены пляшут. И за ними уследить сейчас нереально. Так, сейчас проверю, все ли колодцы четко, надежно сели. Все. К вопросу, можно ли приспособить сюда 2.2. Да, что для того, чтобы, что нужно делать для того, чтобы от двигателя, ну, на двигатель 2.2 можно поставить вот эту крышку. Во-первых, срезаете вот эти вот два крепежных момента, да, потому что сюда у нас встает кассета зажигания вот эта большая. И плюс, видите, здесь круглые свечные колодцы. Вот я вам еще раз отключу. Ну, а у вас там они квадратные. И нужно просто прорезать квадратные отверстия. Уж каким инструментом, каждый решает сам, как это делать, кому как удобнее. Ну, вот в целом, после такой переделки, как правило, все это дело встает и нормально себя чувствует. Единственное, что на 2.2 вы, наверное, уже нормально не закрепите вот эту декоративную крышку. У вас будет торчать кассета. Но, возможно, кто-то изощрялся, может быть, тот вот эту надпись ЭКОТЭК, закрывающую всю эту проводную порнографию, нормально устанавливал. Ну, как-то так, ребята. То есть, да, крышка я доволен, крышка хорошая. Не могу отвечать за всех, потому что понятно, что это китайская крышка. И у Китая плавает качество от экземпляра к экземпляру. Кому-то повезет, кому-то нет. Но на этот случай, конечно, в идеале надо с продавцом договориться, что возможен обмен. То есть, потому что это Китай. Здесь, я так понимаю, что какого-то выходного контроля качества у них нет. То есть, просто покупайте и повезет, не повезет. Как-то так.